Представление о Боге-Творце и правах, которыми он наделил человека, плохо согласуется с фундаментальными предпосылками атеистического мировоззрения. Поэтому на рубеже 19-го и 20-го веков все большую популярность стала завоевывать альтернативная ему теория позитивного права. В соответствии с этой теорией абсолютного нравственного закона не существует. Общество само создает все законы, правительство наделяет подданных тем или иными правами, оно же вправе отобрать их, потому никаких неотъемлемых прав быть не может. В основе этой идеи лежит философия утилитаризма, утверждающая, что добро – это достижение как можно большего блага. Поскольку же представление о благе как о соответствии абсолютной, благой и совершенной воле Творца при этом не признается, люди сами, как боги, вольны решать, что есть добро и что зло. Ведь если нет божьего замысла, нет и предназначения, тогда нет и объективных критериев, что есть добро и что зло. Правительство само решает не только, что считать добром, но и кто достоин звания и прав человека, а кто нет. Даже если речь идет о таких фундаментальных правах, как право на жизнь и на свободу. Так, на железнодорожных платформах лагеря Освенцин стояли уполномоченные государственные чиновники из СС и по собственному усмотрению проводили отбор вновь прибывших узников, кого сразу отправляют в газовую камеру, а кто еще может потрудиться на благо Третьего Рейха. Причем все они были образцовыми, законопослушными гражданами, добросовестно выполнявшими свою работу. С точки зрения теории позитивного права, никаких преступлений они не совершали. Гитлевские лагеря смерти функционировали в полном соответствии с германским законодательством того времени. Именно это стало главным камнем преткновения для военного трибунала, состоявшегося по окончании Второй мировой войны в городе Нюнбрик. Поскольку победители собрались судить побежденных, правила игры были оговорены заранее. Было достигнуто соглашение не упоминать таких неудобных фактов, как пакт Молотова-Риббентропа о разделе Польши, уничтожение Дрездена авиацией, союзников, как атомная бомбардировка японских городов-американцев и и тому подобное. Процесс должен был сосредоточиться исключительно на преступлениях немецких нацистов. Вот тут-то и вышла загвоздка. Как можно судить немецких граждан по законам Америки, Англии, Франции или Советского Союза? Германских же законов они не нарушали, действовали строгом с ними в соответствии. Согласно теории позитивного права, действия подсудимых были абсолютно законны и не было никаких логических или юридических оснований предъявлять им обвинения. Именно на этом строила свою аргументацию в суде их защита. Подсудимые обвинялись в преступлениях против человечности. Само же понятие «преступление против человечности» относится к нарушению прав человека. Но если нет естественных прав, то нет и прав человека. Тогда и невозможны преступления против человечества. В итоге все стороны обвинения, включая безбожный Советский Союз, были вынуждены признать существование высшего абсолютного нравственного закона, имеющего приоритет над любыми национальными и международными законодательными уложениями, равно как и наличие у людей равных и неотъемлемых естественных прав. Прецедент Нюрбернского процесса должен был похоронить теорию позитивного права навеки. Тем не менее, теория эта до сих пор весьма популярна, и этому факту трудно дать какое-либо иное объяснение, кроме того же стремления человека быть Богом, самостоятельно решающим, что есть добро, а что зло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok